Привет, это Кафе Симулятор, добро пожаловать в мою пиццерию, которая называется Кафе Максик. В прошлой серии, если ты не посмотрел, мне пришлось влезть в кредит, чтобы открыть туалет. Да, у нас теперь есть толкан, вот такой вот роскошный, красивый, обалденный. И теперь мне нужно большое количество клиентов. У нас сегодня суббота, вечер, клиентов будет навалом, надеюсь мы всех успеем обслужить. Да я что-то не въезжаю. А где моя печка? Э, чувачок в кепке. Ты обалдел, где моя печка? Я ее в прошлый раз ставил здесь, ты ее что уже продал, барыга ты несчастный? Как мы будем с одной печкой обслуживать кучу посетителей? Куда ты ушел, я с тобой болтаю, засранец. Ладно, у меня есть важная миссия. Протереть пол, вот смотри, коврик велкам убрал, и теперь тут куча следов. Раньше их не было, раньше их не было, они все тут были. Э, бомжара, он пошел вон, даже не надо было выходить, чтобы его прогнать. Е-мое, холодос полетел. Швабра мне по лбу. Давай очинить, где моя дрель. Сверли дырки в холодильнике. Ништяк. Короче, мне нужны срочно бабки. Бабки срочно нужны. Тут уже мусорка забита. Давай вызовем с тобой мусоровоз и пойдем попробуем у него найти банку. Мне говорили в комментариях, что на нем есть банка с деньжищами. Посмотрим, сколько там лавандоса. Так, банка с баблом. Вон оно, оно реально там есть. А как на тебя запрыгнуть-то? Как на тебя запрыгнуть? Как у тебя забрать банку? А может это мигалка, слушай? Так это мигалка, это ж не банка. Е-мое, что вы мне тут? Так, господа. Рейстик закрыт, потому что 2 часа ночи. Это, во-первых. Во-вторых, у меня оборудования недостаточно, чтобы вас обслужить. Давайте, месье, мадам, выметайтесь отсюда. Выметайтесь. Мне нужно закупиться оборудованием и произвести улучшение. Ну что ты мямлишь? Один кусок пиццы уже все ушли, никого нету. Давай быстрее, я буду стоять вот так вот у тебя над душой. Все, она свалила. Она свалила, сейчас двери закроются, и я смогу обустраивать свое помещение. Так, значит, первое, что мне нужно, это вернуть плиту. Ну вот, тараканы пошли. У меня на кухне не может быть тараканов. Ну что это? Отбой с печкой. Где дихлофос? Туши тараканов. Вот так, вот так. Хорошенечко проходить. Наконец-то, плита восстановлена. Не дай бог этот барыга-кассир снова ее продаст. Я потом тебя в рабство сдам, понял? Я еще, короче, подумал, что нам нужно купить холодильник, потому что тот тоже сдох уже. И как бы деньги пока есть. Давай я холодильник здесь поставим, вот. И теперь нам нужно купить стилляжи. Где там у нас стилляжи? Вот они, красивые стилляжи. Мы этот стилляжик поставим. Куда ж тебя поставить-то? Наверное, вот здесь, вот возле кассы. И заполним его всякой разной всячиной. Например, вода, чипсы, шоколад. Последние свои бабки на все вкусное. На все вкусняшки. Все, у меня 5 долларов осталось. Я теперь не смогу платить зарплату. А у нас на часах уже почти 7 утра. Открываемся. Будем продавать кофе. Под утро. Воскресенье. Хотя никто на работу не идет в воскресенье. Лось, кофе хочешь? У меня там пока ни одного посетителя. Зайди и кофе и как купи, а? Короче, у меня здесь всего по 8. Будем мониторить, как мой кассир предлагает товары. Предлагай товар. Куда ты пошел? Ладно, я заменю тебя. Засранец. Как только я подхожу к нему поболтать, он сразу сматывается. Извините, миссия, у меня тут все занято. Вам придется подождать. О, ты вернулся, соизволил, да? Продавай шоколадки, воду и чипсы. Вон там вот, видел? Ты же как-то печку продал? Так, ребята, я слежу за работой. А, это девчата. Так, девчата, я слежу за вашей работой. Вы пользуетесь новой печкой, это хорошо. И новым холодильником, это шикарно. А старыми вы пользуетесь, нет? У вас их два, если что. Что ты нож схватил? А, ты ждешь, когда сваришь пельмешки, понятно. А у нас есть пельмешки? Пора бы обновить меню, я думаю. Ну и срач вы здесь развели, товарищи, клиенты. Мне бы точно уборщица не помешала. Я в минус ушел. Я выплатил зарплату в 280 долларов. Теперь у меня минус 163 доллара. Я буду работать здесь бесплатно. Благо, мне есть чем заняться. Я и так, в принципе, тут работаю. У меня мыши появились. Здесь мышь, твою мышь. Стопэ, я тебя сейчас поймаю. А то сейчас посетители все сбегут. А ну вот так вот тебе. Еее, седьмой уровень. Но мышь я не поймал. Подожди, где ты? Значочек, табличка с седьмым левелом. Уберись, я не вижу из тебя мышки. Вот так вот. Мне сюда Тома срочно нужно, чтобы он ловил Джерри. Вот это я понимаю. Бабки пошли. О, я 4 тысячи получил. Из-за левла ап, видимо. Короче, я теперь не бомжую. И я могу... Мусор надо почистить. Нанять себе уборщицу. Чем я сейчас и займусь. Вы можете нанять уборщицу. Зарплата уборщицы 50 долларов в день. Нанять, конечно же. Я нанял уборщицу. Где она? Покажите мне. Ты похож на моего кассира. Откуда ты идешь? Ты уборщица? Слушай, похоже, это уборщица. Но он дико похож на моего кассира. Или от меня кассир сбежал? Нет, вот он кассир. У тебя есть брат-близнец? Серьезно? И ты мне про это не говорил? Гляди, он убирает. Он убирает со столов. Моя уборщица. Я думал, ты будешь выглядеть как-то по-другому. Обалденно. Вот это круто. А шваброй ты умеешь пользоваться, чтобы пол протирать? Вон там вот смотри, как грязно. Там нужно протереть. Я тебя не оставлю. Куда ты пошел? Ты что, увольняешься, что ли? Я тебе 50 долларов заплатил. Куда ты вышел? Что шел, вышел? А, смотри-ка, смотри-ка, смотри. Отлично, он умеет пользоваться шваброй. Круто. Я тебе помогу, потому что я вот на это смотреть не хочу. Понял? Это минус 5 долларов из твоей зарплаты. А я пока бабосики пособираю. Вот это удовольствие. Мужик. А что ты так широко стоишь? А, это женщина. Тут можно... Ай, ё-моё, инспекция приехала. Да у меня все ок. Что-то вы зачастили товарищей со своей инспекцией. У меня даже уборщица... А что ты тут с кошками трёшься? Может, ты убираться пойдёшь? Что-то вышел. Я поглажу кошечку. У тебя тут работа непочатая... А, подожди. Я запутался в вас. Кто из вас кассир? Кто из вас уборщик? Они же могут местами меняться. Представляешь себе? Ладно, видимо, убирать тут нечего. Так что... Вот мусор есть. Ладно, я сам уберу. Ещё минус 5 долларов. Что вы хотите? Делайте свою инспекцию. О, всё, у меня всё хорошо. 5 звёзд из 5. Никаких штрафов не будет. Отлично. Всё, давайте. До свидос. Недостаточно продуктов для приготовления блюда. О-о-о. Срочно в магаз. Меню. Пошла жара. Я слышу бомжа. Ты прямо на пороге моих дверей стоишь. Шо тебе нужно? Бабло? Ладно. В этот раз я дам тебе бабло. Но ты расскажешь мне крутую историю. А, ну та же самая история, что и в прошлый раз ты мне рассказывал. Всё понятно. Ладно, бери 7 долларов и уходи. Если бы я не дал ему бабки, он бы потом пришёл как-то вечером ко мне и разбил бы все окна. Как уже это было. Если я хочу добавить в меню картошку фри, мне нужна фритюрница. Ладно, я её куплю. Картошку фри я буду продавать за 7 долларов. Для хот-дога тоже нужна фритюрница. И он будет стоить у меня 6 долларов. Ладно, пускай будет. Наггетсам тоже нужна фритюрница. И будет она стоить у меня 6 долларов. Так же как хот-дог. Поэтому пусть будут ещё и наггетсы. А теперь бежим в магаз и срочно покупаем фритюрницу. 599 долларов она стоит. Фритюрница у нас есть. Отлично. Осталось только закупить продукты. Всё, с продуктами закончились. И теперь... Слышь, мужик. Хватит здесь стоять. Пошли, коробки мне поможешь дотаскать. Что-то такой высокий. Я смотрю, тебе в ноздри. Неужели я такой низкий гном? Коробки мне помоги притаскать. Я, наверное, быстрее кошек попрошу это сделать. Куда ты пошёл? Слышишь? Он после 7 вечера уходит домой. Ты прикинь? А, нет, подожди. Нет, нет, нет. Он пошёл подметать. И я-то думал, ты домой сейчас свалишь. Я уж хотел тебя увольнять. Коробочку хоть бы одну захватил. Сюда бы притащил, положил. Я даже знаю, что ты хочешь сказать своё оправдание. Вы мне платите 50 долларов. Если хотите большего, то платите ещё 50 долларов. А я тебе скажу, ты многого хочешь. Ты даже убираешься плохо. Возвращаю коврик. Возвращаю коврик. Великом. Наконец-то. Также вернул стеллажик здесь картину. Но вот стол для пинг-понга не влез. Потому что я поставил здесь другие столы для клиентов. И у меня ещё открылась камера. Пора бы пофоткать кого-нибудь. Вот, например, котеечку. Давай. Чпиньк. А чё швабра-то досталась? Так, футболиста сфоткаем. Со шваброй. Ребзя. Кто-нибудь тут картошку фри готовит, а? Чё-то она дымит. Может, деклопосом побрызгать сюда? Ммм. Какой чистоган у вас здесь. Дамочки. А чё вы без работы стоите? Мадмазель с серёжкой в ухе. Уборщик. Уборщик. Срочно. Давай, быстрее. О, картошку фри делают. Картошечка фри. Отлично. Ох, как ты мешаешь. Это ты чё? Мух отгоняешь? А, это наггетсы были. Это не картошка фри. Пойду в туалет зайду. А то вдруг он тут засран. Не, в принципе, чистенько всё. Хорошо. Снова бомжара пришёл. Блин. Чё ты хочешь? Что ты от меня хочешь? Да, добрый день. Я не ел три дня и не пил. Я хочу купить еды, бутылки, вонки. Ваш мусорный бакпост. Я ничего там не нашёл. Дай мне 50 баксов. 50 долларов. Раньше он приходил 7 долларов просил. Теперь 50. Не, пошёл в жопу. Пошёл отсюда. Он будет бить мне окна. Ну, а пока я пинаю его в жопень. И гоню отсюда. Смотрю на свою вывеску. Смотрю и подумал. Пора бы сменить логотип. Мы же поднялись, правильно? И... Ого, нифига себе. Бургер Кнайт. Забавно. Блин, давай Бургер Найт. Хотя у меня бургеров нет, но мы скоро начнём их делать. Поэтому я покупаю вот этот вот логотип. И теперь ты посмотри. Только подсветка отстойная. Она почти не светит. Но выглядит эта вывеска намного круче, чем прошлое. Ох, ё-моё. Нет, за что? Боги, за что? Начался ураган. Сейчас разобьёт мне тут все стёкла. Посетители, клиенты, без паники. Это всего лишь ураган. Подумаешь, разобьётся стекло и прилетит вам осколком в глаз. Ничего страшного. А лучше щемитесь. Бегите домой. Короче, этот вихрь оббил мне в основном фасады. Сейчас буду ремонтировать его. Слышь, ты видел мышь? Вон она. Вон она бегает. Прямо у тебя под ногами куда-то пошёл. А ну быстро лови мышь. Моя уборщица способна только на уборке. И мышей ловить приходится самому. Опа. Вот так вот. О, блин, пожарка полетела. Сейчас отремонтим по-быстрому. Как вам картошечка фриз с колой? Хотя колу мы не продаём. У меня её нету. Я ещё не покупал. Вы притащили свою, что ли? Так. Охрана. А, у меня нет охраны. Месье, ну вы ж недавно были. Ну за что? Ну зачем опять проверки? Кто бы сомневался, что у меня будет пять звёзд. Ладненько. Немножечко лаванды подняли. Давай теперь купим вейдинговый автомат. Стоит 850 долларов. Чё так много-то? Блин. Чё так много? Чё, опять в кредит лезть? Косарь брать? Нет. Не полезу. Опа. Я застукал. Тут посетители в туалете. Они там сидят. Смотри. Мужики, ну тут вообще-то очередь. Может хорош уже там струю пускать? О, один вышел. Так, я сюда иду. А, мне нельзя. А там, кстати, даже нифига нет. Они чё? Стенку струю пускают. Ах, негодники. Углы обсикивают. А вот и хот-дог точит ребята у нас тут. Я, короче, всех тут выгнал. И пришло время всё-таки взять кредит. Потому что у меня мало бабла. А сейчас ещё платить зарплату надо. Заходим в золотой банк и берём. Ай, ладно. Тысячи долларов опять. Ну, я взял кредит. У меня поломалась пожарка. Это закон полости. Всё, я всё починил. Значит, через 60 минут мне нужно отдать 1300. Взял 1000, а 1300 отдать. Как это в банках заведено? Значит, вот она кафешечка. Она стоит 1400. Мне не купить. Она слишком дорогая. Возьму вейдинговый автомат. Хотя бы вейдинговый тогда. Взять кредит, чтобы поставить вейдинговый автомат. Это самая найвысшая глупость, которую я делал. И, походу, вейдинговый автомат сюда не встанет. А, вейдинговый автомат ставится на улице. Ну, нифига ж себе. Давай его тогда поставим здесь. Прямо напротив выхода. Вот так вот. И теперь мне нужно его заполнить. Ну, теперь закупаем 7Jab, PPC, Spritz, Eronbors, Blucoff и всё такое. В каком количестве я это закупил? В 10 штук? Нормально. Вот они, коробки все. И теперь их сюда впихиваем, да? Просто вбрасываем в автомат. Вот так вот. Дожили. Перешел на вейдинг. Надеюсь, это окупится. И я поднимусь на этом. На кафе не поднялся, а вот на автомате продажи газировки поднимусь. Но это мы уже узнаем с тобой в следующей серии. Если понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться. И увидимся с тобой в следующем видео. Так что до встречи. Эй, кис, вы что тут нового другана нашли? А как же я?